Очень давно хотела приехать, много лет, но как-то все не складывалось. Вот наконец-то я здесь. Я с радостью согласилась и даже до конца не выздоровела и скрыла это, что я не совсем в хорошей форме, потому что так хотела поехать. Очень хорошее впечатление. Я говорю, тут все совпало, и осень, и эта листва, и такие уютные дома, и какая-то особая совершенно атмосфера уютного, теплого такого города со своим лицом. Я уже такое увидела, мы немножко погуляли, очень понравилось. Август, астры, август, звезды, август, грости, винограды и рябины ржавы, август, август. Полновесным, благосклонным яблоком своим имперским, как дитя играешь, август, как ладонью гладишь сердце именем своим имперским. Август, сердце, месяц поздних поцелуев, поздних роз и молний поздних, ливней звездных. Август, астры, август, звезды, август, грости, винограда и рябины ржавой. Август, август, август. АПЛОДИСМЕНТЫ Эльмира Галеева. Инженер промтеплоэнергетик и инженер светопрозрачных конструкций. Работала на КАМАЗе и в строительных компаниях. Певица и автор песен. Лауреат Грушинского фестиваля. Мать четверых детей живет в Казани. АПЛОДИСМЕНТЫ Была основная работа, всегда другая. Но с некоторых пор я только пою. У меня диплом Московского энергетического института. Инженер промтеплоэнергетик. Я 10 лет работала на КАМАЗе инженером, энергетиком. А потом переехала в Казань и уже работала в основном в строительных организациях. И здания, где много стекла. Вот я рассчитывала вот эти стекла у многих зданий. Это торговые центры, автосалоны. По моим чертежам строили вот такие стеклянные здания. Математика вообще была моим любимым предметом всегда. Математика – очень красивый предмет, очень красивая наука. Поскольку это было параллельно, это не противоречит мне ни в чем. Я люблю и то, и это. Но артистка победила, скажем так. И я этому, честно говоря, очень рада. Мне вообще нравится мой путь, нравится моя стезя, нравится мое предназначение. Я счастлива, что я слышу, что это мое предназначение. И получаю много писем от людей, благодарных, у которых, ну, как кому-то я помогаю. И это счастье большое. Большое счастье. ПЕСНЯ 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 Это было не вдруг, это, во-первых, моя семья артистическая. У меня дед был артист, у меня папа был артист оперного театра, дед был драматическим артистом. Просто мама мне не разрешила идти по этой стезе, сказала, только через мой труп, хватит нам артистов. Прилично быть инженером, а вот артистом быть неприлично, мне говорила мама. И когда я все-таки вырулила, судьба все равно меня вытащила, потому что пою я всегда. Да, с детства, я вот сколько себя помню, первое мое выступление было во дворе в пять лет. Я исполнила оперету «Летучая мышь» от начала до конца, собрав всех жителей во дворе, да, все роли. Поэтому пение – это было, ну, как бы совершенно естественное мое состояние. И часто друзья смеялись, потому что я часто забываюсь и в транспорте, в магазине, я начинаю петь, ну, как бы не замечая этого. То есть это вот мое самое естественное состояние. Мама была очень строгая, настоящая леди, такая очень правильная, очень мудрая, ну, в других отношениях, в общем, не в отношении меня. Очень красивая женщина. Татарская семья, но с Кавказа, мои родители с Кавказа, с Крачаевска. Сестра старшая, тоже поет, очень красивая сопрано у нее. И у нее вот дочь, я ее песни сегодня исполняла, Фарида Юсупова. У нее самый красивый голос из тех, которые я слышала в жизни вообще. У нее контральта, очень красивый, низкий, бархатный, бархатный голос. Плачет ребенок под лунным серпом, Тащится по полю путник горбатый, В рощи хохочет над круглым горбом, Кто-то косматый, кривой и рогатый. В поле дорога бледна от луны, Бледные девушки прячутся в травы, Руки, как травы, бледны и нежны, Ветер колышет их влево и вправо. Шепчет и клонится зла голубой, Пляшет горбун под луною двурогой, Кто-то зовет серебристой трубой, Кто-то бежит озареной дорогой. Но, к сожалению, она не поет в силу каких-то непонятных причин. Как будто ее что-то мешает, как будто это делать. Я этот зов чувствовала всегда всю жизнь и сопротивляться ему не могла. Я знаю, что у многих людей они слышат этот зов и следуют ему. Это счастье, когда ты его слышишь. Я смотрела в давние времена передачу, где рассказывали о первых путешественниках. Зачем им это было надо? Они собирали экспедиции и не знали вообще, откроют они эту землю, не откроют, вернутся они живыми, не вернутся. Но столько было усилий, столько телодвижений для того, чтобы сделать это. И они пришли к выводу такому, что есть некий зов, которому сопротивляться невозможно. Ты проходишь на запад солнца, ты увидишь вечерний свет. Ты проходишь на запад солнца, и метель заметает вслед. Мимо окон моих бесстрастный, ты пройдешь в снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный, в свете тихий моей души. Я на душу твою не зарюсь, нерушима твоя стезя. В руку бледную от лапзани не вобью своего гвоздя. И по имени не окликну, и руками не потянусь. К восковому святому лику только издали поклонюсь. И под медленным снегом стоя опущусь на колени в снег. И во имя твое святое поцелую вечерний снег. Там, где поступью величавой, ты прошел в гробовой тиши. В свете тихий святые славы Вседержитель моей души. Ты проходишь на запад солнца, ты увидишь вечерний свет. Ты проходишь на запад солнца, и метель заметает след. Это благодаря моей сестре. Я училась тогда еще в школе, была школьницей. Она у меня старше. И тогда еще были магнитофоны такие. И она принесла запись Булгатаку Джавы. То есть первое, кого я услышала, это Булгатаку Джавы. И это было такое потрясение. Я помню, я забыла вообще, боялась дышать. Я обо всем на свете забыла. Я замерла, слушала и все спрашивала, что это, кто это. Потому что это было настолько не похоже на все остальное, что было по телевизору и по радио. И это была очень мощная такая встряска. И попало мне прямо в сердце, в душу. И я выучила огромное количество песен о Куджавы. И купила пластинки, помню, тогда были. И была Жанна Печевская, которая мне тоже очень нравилась. И вот заслушалась я и Булгатаку Джавы. С 1984 года Эльмира Галеева пишет песни на стихи поэтов Серебряного века и современных авторов. С 1992 года сотрудничает с театром Елены Камбуровой. Выступает с концертами с Еленой Фроловой и Юлией Зиганшиной. Знакомство состоялось с Еленой Фроловой. Через прекрасную студию «Сибирский тракт», которая у нас в Казани, где записаны все основные альбомы Елены Фроловой. Именно там, в этой студии, это у Валеры Мустафина. И так получилось, что он и меня записывал, и ее, и мы в Казани познакомились в 1993 году. То есть на следующий год будет 30 лет как. И мы сразу как бы почувствовали родство, и что мы вот как бы птицы одной стаи. И в какой-то момент я была в Москве, и Елена сказала, «Мы знаешь, сейчас к кому пойдем в гости? С тобой хочет познакомиться Елена Камбурова». И я чуть в обрак не упала тогда. Она сказала, она видела твои глаза и сказала, «Это наш человек». Вот. Вот. Тогда я попала вот к ней в гости. Мы общались. Я помню эти большие куклы, которые у нее были. Орликина. Которые мне вообще все очень понравилось. Такая атмосфера была удивительная, где была собачка и кошка, и они были как бы главные в доме. Вот. Вот просто абсолютно главное им разрешалось все. И это было так как-то естественно, как-то очень гармонично. Такая любовь к животным у Елены Антоновны. Анна Ахматова. Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе. Ты в своих путях всегда уверенный, свет узревший в шалаше. И тебе, печально благодарная, я за это расскажу потом. Как меня томила ночь угарная, как дышала утро льдом. В этой жизни я немного видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела, и сестры не предала. Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет невидимый для нас? Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе. Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе. У меня есть очень много любимых стихов, которые так и не стали песнями. Но я их читаю, я часто прибегаю и к Пушкину, часто прибегаю. Он мне, кстати, очень помогает по жизни. В трудные минуты Евгений Онегин меня спасает. Это какое-то, я не знаю, волшебство чистой воды. Ну и Марина Цветаева. Поэма горы, поэма конца, любимый, к которым я тоже обращаюсь в разный период. Я когда читала вот разные книги о ее жизни, я вообще не знаю, как они вообще все выжили, как они все это пережили. Вот весь тот ужас и кошмар, и все, что на ее долю выпало, это не дай Бог вообще никому. Даже вот сотая доля, это уже страшно. А то, что пережила она, я никого не осуждаю, а уж ее тем более. Потому что я бы точно вот не смогла, я бы сломалась гораздо раньше. Гораздо раньше. Судьба очень страшная, очень тяжелая и особенная какая-то. И вот то, какая она сама была без кожи, и, ну, ведь вот по стихам видно, вот этот нерв, оголенный совершенно, оголенный нерв. И она все воспринимала так остро. Поэты ведь совсем по-другому все чувствуют. И нельзя с бытовой точки зрения вообще их судить и пытаться понять. Земной. Они неземные, они иные. И с такой нервной организацией, с такой тонкокожестью вот это все перенести, пережить, для меня непостижимо вообще. Непостижимо. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук, не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни встреч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, И в моем дому завелось такое. Нет и нет уму моему покоя, И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, За бессонный дом, за окном, за огнем. АПЛОДИСМЕНТЫ Фейсбук для меня был источником как раз поэзии, Потому что я была знакома со многими поэтами в разных уголках мира, Ну, русскоязычными теми, кто пишет на русском языке. И это были такие открытия потрясающие. Это вот трагически ушедший Андрей Ширяев, Который жил в Эквадоре, и писал так, что многие его сравнивали с Бродским. Уровень настолько высокий. Это такая настоящая высокая поэзия. И мы с друзьями со многими обсуждали это, Что у многих день начинался с того, что срочно идешь в Фейсбук И смотришь, что Андрей нового опубликовал. Потому что это было сравни чудо. И таких вот поэтов много было. И сейчас вот у меня как бы вот... Мне этого не хватает. Потом я вот не могу не сказать о чудесном поэте из города Иваново. Это Мария Махова. Я тоже ждала всегда и ее стихи, и ее короткие рассказы о том, Как она работает педагогом с детишками. Это удивительные истории. К счастью, у нее выходят книги. И написаны и мной, и Леной Фроловой. Много песен на ее стихи последних лет. Так что поэта, к счастью, есть. Вот я, знаете, не люблю, когда начинают раскладывать, что такое любовь. Это вот настолько глубоко внутри вот что-то отзывается. Когда что-то настоящее... Вот я, кстати, об этом говорила. Мы с подругой вчера были на выставке в Пушкинском музее, где коллекция братьев Морозовых. И вот когда заходишь в зал, где вот прям вот настоящее искусство, и начинается с тобой вот что-то происходить на физическом уровне. Ты меняешься как-то, ты вот расправляешься. И здесь что-то такое, вот столб какой-то вырастает. И так вот и с поэзией. А уж Марина Цветая настолько высока, настолько прекрасна, настолько настоящая. И раскладывать вот ее я не берусь. Она вот для меня настолько цельная, настолько глубокая. И у меня вот внутри отзывается и вибрирует все, вот буквально все на ее стихе. Над синевою подмосковных рощ Накрапывает колокольный дождь Бредут слепцы Калужскую дорогу. Калужской песенной привычной и она Смывает и смывает имена Смиренных странников во тьме поющих Бога. И думаю, когда-нибудь и я Устал от вас враги, от вас друзья И от уступчивости речи русской. Надену крест серебряный на круть, Перекрещусь и тихо трогусь в путь По старой по дороге по Калужской. Над синевою подмосковных рощ Накрапывает колокольный дождь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова